Здрасте, здрасте, с вами Даня Крастер и сегодня у нас Some Cool Science Sheet по программе. Будем делать пластину хладней, возможно этот проект убережет тебя от параши в году по физике. В общем, как обычно все начинается с вырезания всяческих деталек, в идеале в качестве пластины надо взять тонкий металлический квадрат, но у меня его нет и опытный образец из 3 мм пластика очень хорошо себя показал. Короче, нам нужен квадрат со стороной 40 см, мне этот размер показался оптимальным. С листовым пластиком работать очень удобно, особенно раскраивать прямоугольные части. Прорезаешь одну сторону и при сгибании он ровно лопается, как стекло. Размечаем центр квадрата и сверлим отверстие согласно диаметру крепежа, который задуман. Отличная мысль была бы взять черный пластик, но за неимением оного возьмем и покрасим то, что есть из баллончика. Далее берем пластиковый стакан из фикс прайса и сверлим в нем такое же отверстие, как и в пластине. Далее необходимо жестко скрепить днище стакана и пластину, при том, чтобы радиус крепежа был достаточно мал. То бишь нельзя просто взять и приклеить стакан к пластине. Фигуры тогда будут нифига не такими клевыми, как в случае с одной точкой крепежа. Я решил посадить все это дело на кусок шпильки с шайбами и гайками. Единственный подходящий динамик, который я нашел, был изрядно поеден молью, с практически полностью отвалившимся подвесом. Я решил его чутка реанимировать. Музыку на нем без кровотечения в ушах уже явно не послушаешь, а для вибрации он нам еще сгодится. Далее, не имея под рукой термоклеевого пистолета, он отлично подошел бы в этом случае, ну и хер бы с ним. Надо добить все-таки остатки двухкомпонентного паксипола, на мой взгляд лучшей холодной сварки. Она быстро застывает, хорошо обрабатывается и еще и держит температуру 100 градусов, это точно. С помощью него для эксперимента мы взрывали скороварку. Замазюкиваем стакан к диффузору и ждем 20 минут. После того, как паксипол застыл, устанавливаем черный квадрат кростевича на шпильку и фиксируем гайкой, чтобы он никуда не съебался. Также для более качественного рисунка постарайтесь отрегулировать уровень пластины путем высокотехнологичного подкладывания бумажки. Подключаем динамик к усилителю, опять же обязательно надо выдержать стиль на соплях. Сыпем равномерно небольшое количество соли и мы готовы искать нужные частоты. Я честно говоря люблю для каждой пластины искать их сам. Но вы можете воспользоваться гуглом и посмотреть частоты стоящих волн для охладни. В качестве генератора частот будем юзать телефон с одним из халявных приложений. Рызкая по частотам можно заметить, что при пересечении определенного значения соль начинает дрожать и так и норовит куда-нибудь свалить. А свалить она хочет из области пучностей, то бишь оттуда где амплитуда колебаний самая высокая, в ту область где находится узел колебания. Все равно что из под тебя бухову выдергивает одеяло, пока ты не наебнешься на пол, где останешься в покое. У меня в этом проекте получились примерные частоты 210, 333 и 435 что ли. Именно при этих значениях соль ведет себя наиболее активные и рисунки получаются самыми четкими. Вот такие вот пироги. В одном из следующих видео будем использовать вибрацию, чтобы резать камень. Подпишись, чтобы не пропустить. С вами был Даник Растер, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok